Друзья, всем привет! Это видео о том, что такое миофасциальный релиз и о том, как гимнасты его используют в своих тренировках. Прежде всего, это будет практическое видео, для того, чтобы вы сразу сориентировались, какой валик выбрать, что с ним делать, в какой части тренировок и в целом подготовки он вам пригодится, какую-то теоретическую часть обоснования вот этого метода МФР, то есть самомассажа с помощью вот таких валиков, вы, в принципе, можете легко нагуглить. Я вам расскажу о том, как его используют мои гимнастки, маленькие и взрослые мастера спорта, ну и как его использую я на ежедневной основе в своих тренировках, потому что как только я прям распробовал этот метод, теперь не проходит ни дня, когда я его не использую, так же, как и мои гимнасты. Итак, миофасциальный, мио это мышца, фасция это оболочка такая, из соединенной ткани, которая покрывает все мышечные волокна. Что именно, да, как именно придумали этот метод, как его обосновывают, погуглите, но в целом улучшение кровотока и движение лимфы, все вот эти дела, но попросту самомассаж, а массаж и пользу массажа для спортсменов и вообще для здорового образа жизни, я думаю, никому обосновывать не надо. Где используем миофасциальный релиз мы? Первое, это, конечно же, в разминке, и второе, в качестве метода восстановления. Что касается разминки, как это выглядит? И гимнаст заходит на тренировку, побегал, сделал какую-то суставную разминку, и перед растяжкой использует вот этот валик, небольшой комплекс, я его сегодня покажу. Потом идет растяжка небольшая, и потом уже гимнаст переходит к работе с резиной. Об этом я, кстати, тоже снимал видео, можете посмотреть в описании. Тоже это очень полезно, и обязательный элемент разминки гимнаста. Далее, после резины гимнаст уже уходит работать и разминаться на снарядах. Второй элемент использования МФР, это восстановление. Бывает такое, что перегрузил мышцы, хорошо потренировался, мышцы забиты, молочная кислота, крепатура и все такое. Работа с таким валиком 100% помогает быстрее, чтобы это прошло, и снизить болевые ощущения. И поэтому, особенно вот в начале тренировки ты приходишь, ну вот все очень тяжело, трудно вработаться. Поработал 5-10 минут с таким валиком, и начало тренировки проходит гораздо более легче и приятнее. Восстановление. Бывает такая вещь, как когда мышца перенапрягается и появляются триггерные точки. Так называемые зажимы, какие-то места, где болят, чаще всего это в спине, в шее. И вот с помощью работы на таком оборудовании можно гораздо быстрее снять это напряжение, эту боль и полноценно тренироваться. Дальше, какой валик выбрать? Я чаще всего сам работаю вот с таким длинным валиком. Он длиной практически метр. Вот, покажу. Он гладкий. Бывают валики ребристые. Но я их не рекомендую, во-первых, для начинающих. И в принципе, ну, не использую. Почему? Потому что такого вот плотного валика, гладкого, в принципе, достаточно для разминки и для восстановления. Но если вам нужно что-то больше, то я бы здесь даже работал именно с перкуссионным массажером, чем на валиках. Но опять же, кому что нравится, можете поэкспериментировать. Но для начала вот такой валик. Он бывает чуть более плотный, чуть более мягкий. Для начинающих можно использовать мягкий. Мне нравится вот такой. Почему такой большой? Потому что потом, когда я буду делать, вы увидите, у него большая площадь и сразу захватывает, например, всю спину. Весь ключевой пояс, можно поповорачиваться. И поэтому вот это вот, это основной валик у меня в тренировках. Другие варианты. Вот, например, такой. Он чуть-чуть более мягче. Я его купил для того, чтобы носить с собой в багаже. Он у меня как раз влазит в чемодан. Вот этот вот, не очень удобно с ним перемещаться. Влазит в чемодан, я его беру всегда с собой. Но один раз, когда мы поехали с ребятами на соревнования, у меня не было с собой чемодана, была только ручная кладь. А нам купили билеты в очень дешевую гостиницу, где была крайне неудобная кровать и подушка. И я на следующее утро встаю, у меня настолько зажало шею, что она практически не двигалась. То есть, ни этого, ни этого у меня с собой не было. Что у меня было? Ничего. Я купил прямо там, на соревнованиях в Саранске, вот такой вариант. 30 сантиметров. Также точно такой же, как и большой. Но влазит в ручную укладь. Я бросаю его на дно рюкзака. И вот сейчас везде, где я езжу, путешествую, его всегда беру с собой. Он ничего не весит. На дно рюкзака помещается. И очень удобно. В путешествиях, но так как он короткий, да, вы видите, что с ним чуть больше возни, в плане того, чтобы проработать спину с разных сторон. Поэтому, если у вас где-то вещи или дома вы используете, лучше взять вот такой, с моей точки зрения. Если для путешествий, вот еще такой вариант. Также есть вот такие варианты, которые тоже я раньше брал в путешествия. Это как раз для проработки, например, стоп очень хорошо или триггерных точек в спине. А вот это вот для проработки вдоль позвоночника. Видите, здесь такая выемка. И позвонки не попадают. Если у вас недостаточно мышц вокруг позвоночника, то вот это неплохой вариант, опять же, для проработки точечных каких-то зажимов. Еще один вариант. Это недавнее приобретение у меня. Такой валик. Вот этот рельеф, ну, он, я считаю, не обязателен. Но что в нем хорошо, это то, что он вибрирует. Такую штуку я очень давно себе хотел приобрести. Увидел на спортбазе Озеро Круглое. С таким разминался олимпийский чемпион в спортивной гимнастике Денис Аблязин. Вот. И я нигде не мог такое найти. Вот отыскал. И сейчас это в последнее время, ну, наверное, самый популярный аксессуар у нас в группе был. Потому что, ну, там, у кого какой-то зажим и быстро надо восстановиться. Вот это более сильное и более глубокое воздействие. Я сейчас покажу вам, как с ним разминаемся мы. Берем валик и начинаем с проработки голени. Такими движениями. То есть я приподнимаю таз, я держусь на руках и опираюсь на голени. Важно, что не надо работать по костям и по суставам. Это не нужно. Нужно прорабатывать мышцу по всей длине. Такие вот движения. 5-10 раз. Поработали голени. Дальше перекатываю на заднюю поверхность бедра. Также от ягодиц до подколенки прорабатываю. Дальше я смотрю. Если я, допустим, накануне очень хорошо качал ноги. Или они уставшие. То я могу еще проработать каждую ногу в отдельности с большим акцентом. То есть я повторяю то же самое 5-10 раз на каждую ногу. Могу поперекатывать из стороны в сторону. Вот так. Можно, найдя какую-то болевую точку, можно поработать стопой на себя от себя. И это тоже будет прорабатывать. Также прорабатываю заднюю поверхность бедра. Можно немножко поворачивать ногу из стороны в сторону. И чтобы захватить большую площадь ноги. После задней поверхности бедра и голени переходим на ягодицы. Копчик прорабатывать не надо. Вы немножко поворачиваетесь, убираетесь рукой. И работаем с ягодицами. Одну сторону. И другую. Также проработали вторую часть. Дальше переходим на низ спины. Руки вот здесь. И работаем только ногами. Это низ спины. Поработали низ спины. Дальше переходим ближе к середине. Я упираю руками в коленки. И прокатываюсь дальше. Переходим к верху. Руки запрокидываем назад. То есть, три зоны спины проработали. Дальше, в чем преимущество большого валика. Я немножко разворачиваюсь. И начинаю прорабатывать зону лопатки. Вот эти вот мышцы. Заднюю дельту и трицепс. Также захватываю широчайшую мышцу здесь. То есть, у меня точка опоры. Валик и стопы. Поработал в одну сторону. Поработал в другую сторону. После этого переходим к шее. К шее мы просто ложимся. Размещаем ее под головой. И поворачиваем из стороны в сторону. У меня опора ягодицы. У меня опора стопы. И валик. Поработали. После этого мы переходим к передней поверхности бедра. Уперлись как будто в планку. Ноги приподняли. И двигаемся вперед-назад. Если у вас где-то здесь вы чувствуете, что мышцы нагружены. И какие-то точки, которые хотите больше проработать, можете посгибать вот так вот. Оставшись на этой точке, посгибать. Также можно прорабатывать каждую ногу в отдельности. Дальше ногу ставим перед собой. Внешнюю сторону бедра прорабатываем. Таким образом. Одна нога и вторая нога. И заключительно работаем с внутренней поверхностью бедра. Ложимся. Валик размещаем под ногой. Рукой упираемся. И прокатываем. Вот этими движениями. Так, что касается восстановления. Вот эта часть тренировки, то что я вам показал, длится минут пять. В начале разминки прокатался, пошел дальше работать. Если у вас какой-то зажим или еще что-то, здесь уже ориентируйтесь на свои ощущения. Остаетесь больше на вот этих вот местах. Можете использовать более валики, которые с большим рельефом. Или маленькие валики. Но самое то, что сейчас используем мы, это вот такая штука. Дело в том, что у этого массажера еще присутствует приложение. Чем это хорошо? Что там загружены такие комплексы. Например, болит спина. Отдаю гимнасту или гимнастке. Они со смартфона по блютузу соединяют этот валик с телефоном. Выбирают программу. И там уже записаны вот эти вот комплексы, которые они используют. Самый такой, наверное, интересный для гимнастов был по поводу проработки предплечий. Когда на коне много работаешь, начинают болеть здесь руки. И как там написано, от туннельного синдрома. То есть, они включаются. И идет проработка с этой стороны. С обратной стороны. И вот эта штука очень помогает. Ну и в целом, обязательно включайте это каждый раз в свои тренировки. Это, знаете, с моей точки зрения, это как чистить зубы. Да, может быть, каждая отдельная чистка не решает проблему кариеса и здоровья зубов. Но если не делать этого регулярно, проблемы появляются. Придется обращаться к врачу и решать это уже более радикальными методами. Поэтому использование валиков это очень важная часть. Даже если вы не тренируетесь, даже если вы не профессиональный спортсмен, это будет отличный вклад в ваше здоровье, в подвижность, в гибкость, ну и в качество вашей жизни и тренировок. Попробуйте, расскажите о своих ощущениях. Ну и пишите, предлагайте какие-то темы роликов. Сейчас у меня времени гораздо больше. Обязательно пройдите, посмотрите другие ролики на канале обучающие. Их там достаточно много. Ну и предлагайте какие-то другие темы, которые также я могу разобрать и которые вам интересно услышать от тренера по спортивной гимнастике. Всем спасибо за просмотр. Ну и оставайтесь здоровыми, занимайтесь гимнастикой. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok